Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Bloodlinux. Сегодня мы проходим дальше фетиш, игру. И не переживайте, я о ней, конечно же, не забыл. Мы сейчас взяли новые пиксельки, да, там всякое такое проходим. Borderlands я сегодня проходил, честно говоря, устал два часа записывать, не знаю. На стриме это всё, конечно же, легче происходит, а так садишься сразу просто в упор в один момент, не вставая даже со стула. Ну да ладно, у нас фетиш, и на этот раз, что у нас там происходило, да? Я сейчас немножко расскажу, если кто забыл. Приехали наши родители, но родители, как мы узнали, они не давали нам родительской заботы, теплоты и тому подобное. Так что, ну, немножко наша девчонка, которой мы играем, если честно, у нее уже сейчас повылетали все эти имена. Так что, ну, вы сами знаете, как ее зовут, и тот паренек тоже. Они обиделись, ну, немножко так и тому подобное. И сейчас мы сидим на кухне, на второй, и Теодор какой-то вопрос задал, сейчас можно даже посмотреть. Вот, разве это не значит быть хорошим отцом? А, то есть, сейчас мы прождали, даже если ты ничего не отвечаешь, то какая-то, какое-то последствие все равно выходит. Я, конечно же, прождал, то есть, я не знал, что ответить. А на вопрос, на какой я отвечал, вроде бы он там все ей дал, якобы купил там одежду, еду и всякое такое. Но, нет, отцом хорошим, прям идеальным ты все равно не станешь. И он говорит, забудь о моем вопросе. Хекси, вот, такое имя необычное. Прости, ничего. Папа смотрел в маленькое кухонное окно, и его светлокарие глаза сияли. Смотря на него, мне захотелось плакать. Папа, простим. Мы благодарны тебе за все. Я не могла сдержать свои эмоции. Но материальные вещи не сделают нас веером счастливыми. То есть, кроме, да, материальных вещей, надо еще заботу такую проявлять. И вот в каждой концовке кто-то кого-то убивает, и там, ну, вообще, плохая пипец концовка, какая происходит. И мне кажется, что с родителями тоже что-то будет, но я не знаю, что даже. Мы не нуждаемся в роскоши. Деньги нам не нужны. Нам нужны вы. Ты и мама. Когда эмоции, которые я держу в себе много лет, вырвались наружу, из глаз полились слезы. Кто-то идет? Я почувствовала заботливое прикосновение к своим щекам. Папа. Папины большие руки вытерли мои слезы и взъерошили волосы. И с грустью в глазах он сказал мне. Прости. Первый раз я видела его таким печальным, полным чувством вины. Его глаза отражали чувства, а я могла только взять его руку и почувствовать тепло. Я рыдала как ребенок, в горле застрял комок, а в груди пульсировало. Папочка. Первый раз за столько лет я назвала его так. Ну вроде бы как все хорошо, по идее должно более-менее нормально закончиться. Утро никогда раньше не было таким ярким. И просыпаться никогда не было так легко. Прошлой ночью я словно сняла с души тяжкий груз, который был там на протяжении многих лет. Я глянула на часы. Было около семи. Никогда раньше не просыпалась так рано. Я побила рекорд. Госпожа. А, входи, Каин. Доброе утро, госпожа. Доброе утро, Каин. Кажется, вы в хорошем настроении. Ага. Приятно слышать. Кстати, мадам и господин были вынуждены уехать по важным делам, а не вернуться к обеду. Ох. Да вы шутите? Когда я услышала эту новость, настроение ухудшилось. Конечно, родители не могут измениться в одночасье. Госпожа. Ах, извини, я поняла. Ты уже проверял веера? Да, и как обычно он спал в тот момент. Вы хотите, чтобы я разбудил молодого господина и приготовил завтрак? Нет, все нормально. Пусть отдыхает, а я поем одна. А можешь принести мне завтрак сюда? Конечно, я вернусь через несколько минут. Что самое интересное, друзья, а то, что... Я думал, что семья вообще вся будет поехавшая. То есть у Хекси вот этот фетиш, глаза доставать и всякое такое. Я вообще не понимаю, почему игра перевернулась вообще в другое русло совсем. Ничего не изменилось. Они дома, но в это время их и нет. Интересно, всегда ли наша жизнь будет такой? Хм. Ах. Я снова заснула. Должно быть, это все из-за холодной погоды. Ну, вроде бы погода была нормальная, солнце светило и там птички. Я проверила часы и было уже... Девять? Я быстро вскочила с кровати и привела себя в порядок. Девять часов вечера? Ни хрена ты спишь. По пути в столовую я наткнулась на Каина. Хотя девять может быть утра. Госпожа, Каин? Ну ты почему не разбудил меня? Посмотри на время, мама будет в ярости. Я, наверное, не будил вас, госпожа, потому что так приказал господин. Папа? Да, я как раз направлялся в вашу комнату. Ладно. Это необычно, мы никогда не пропускали обед. Не, ну если обед, то девять часов вечера уже, наверное. Интересно, что-то случилось во время их путешествия? Мадам и господин хотят обсудить что-то всей семьей. Молодой господин скоро будет в гостиной. Ох, ясно. Семейный совет? Ох, никогда их не любила. Там обсуждаются наши ошибки, недостатки, их разочарования. Так много негатива, что хочется повеситься. Ну что ж, выбора ведь нет. Придется. Когда я пришла в гостиную, родители и Вир уже были там. Ну, кстати, вот этого места мы не видели даже. То есть, ну, видели, то есть, когда с Виром проходили. Думаю, мама еще найдет повод придраться ко мне за остаток ночи. Извините, я опоздала. Все хорошо, присаживайся. Ох, ладно. Я села рядом с Виром. Он кажется спокойным. Это хорошо. Эм, эй, они о чем-нибудь говорили, пока меня не было. Прошептала я брату, наплывшись к нему. Ни слова, просто тихо сидели. Ох. Хм, я хорошенько присмотрелась к родителями, и они выглядели обычно, но атмосфера как-то отличалась. Хексия, Вира, выслушайте нас внимательно. Катерина и я решили развестись. Что? Вот это вот весело. Стойте. Это очень неожиданно. Что случилось? Ничего особенного не случилось. Мы уже давно обдумали это решение. И мы думаем, что так будет правильно. Так внезапно. Я все еще не надоумевала, почему они решились на развод. Что будет с нами? Они решились, с кем мы останемся? Тео. Хексия, Вир. Катерина и я пришли к такому решению в надежде на то, что так будет лучше для вас обоих. Мы знаем, что вы уже давно недовольны своей настоящей жизнью. И мы знаем, что виноваты в этом. Папа. Никогда не думала, что этот день и станет. Нет, чтобы там, я не знаю, как-то передумать, что-то придумать, вести себя по-другому. Самый легкий способ развестись. Вообще, идеально. После нашего разговора Катерина уедет. Что? Я объясню. Я тщательно все обдумала и решила уехать. Честно говоря, я никогда не мечтала о детях. Мне больше подходит одиночество. Ты что, поехавшая, что ли? Такие жестокие слова. Я глянула на Вира и могу сказать, что ему было нелегко. С моим воспитанием, образом мышления я никогда не смогу дать вам счастье. Я не идеальная мать, и вы уже давно это поняли. После развода я уеду. Так будет лучше. Таким образом я делаю вас свободными. Делает свободными атаков своих правил. Но как бы хорошо это ни звучало, все было как-то печально и неправильно. Это ее способ дать нам свободу? Мам. Наконец я отважилась высказаться. Ради Виера. Ради нас. Честно говоря, я не знаю, что сказать. Но я выскажусь не только ради себя, но и ради Виера. Хексия. Во-первых, спасибо вам за все, что вы дали нам. За все, что вы позволяли нам делать. Спасибо. Хексия. Но неужели развод единственный путь к свободе и счастью? Голос начал дрожать и наборачивались слезы. Только такое решение сделает нашу жизнь лучше? Наша семья, если можно это так назвать, разрушена. Вы знаете, что это значит? Из глаз полились слезы. С каждой секундой сердце стучало все быстрее. Наша семья отличается от других. Она, как мне кажется, отдалена от остальных. И вы думаете, что развод сделает нас счастливее? Подарит нам свободу? Хексия. Она все правильно говорит. Это наше окончательное решение. Нам жаль. Как только отец произнес эти два слова, я поняла, что все, что я сказала, было зря. Мне кажется, это плохая концовка. Хотя, сейчас посмотрим. Это невозможно. Мама? Хексия, вы двое должны быть хорошими детьми. Но с такой матерью, как я, вы никогда не станете свободными. Мама. Голос мамы не терпел возражений. Неужели мечта о полной счастливой семье для нас невозможна? Хексия, ты умная девочка. Девушка, ты знаешь, зачем все это? Да, но это к лучшему. У нас нету выбора. Я понимаю только и все. А если я не буду ничего отвечать? Давайте подождем немножко. Нет, папа. Во! Я так и думал. Хексия. Я не могу отступить сейчас. Не в этот раз. Я чуть не нажал уже. Нет. Разрушенная семья все исправит? Развод единственное решение? Мама, папа, почему вы не можете понять? Развод разрушает то малое, что нас объединяет. Это приведет еще к большему отчаянию, еще к большей боли. Все приведет к тому, что наша семья будет разрушена по-настоящему. Если вы решили развестись из-за наших хобби, то мы прекратим. Если это из-за нашего внешнего вида, то мы изменимся. Нам не нужны деньги и притворно сладкие слова. Мы нуждаемся только в матери и в отце, которые будут воспитывать нас, заботиться о нас, крепко обнимать и просто быть рядом, которые будут любить нас. Все это время нам нужны были только вы, Хексия. Мама, прошу, выслушай меня. Хексия, еще не поздно. Мы еще можем изменить нашу семью. Вир, я просто одинокий. Нам грустно. Мы вас не презираем. Мы рады, что вы стараетесь ради нашего блага, но наша мечта это вовсе не разрушенная семья. Верно, Вир? Угу. Видите? Мы сможем. Как именно, Хексия? Важно. Мама, нет ничего невозможного. Если мы постараемся все вместе, мы поможем тебе отпустить свое прошлое и стать лучшей матерью. И папа, конечно. Не только родители должны обучать своих детей, но и наоборот. Поэтому, прошу, еще не поздно. Я не хочу, чтобы мы разрушали эту семью, даже не попробовав все исправить. Ради меня, ради Вия, ради всех нас. Я договорила, единственное, что меня тогда волновало, достигли ли слова их сердец? Хексия. Катерина. Теодор. Спасибо, Хексия. Но мы не достойны второго шанса. Папа. Папа, нет. Каждый заслуживает второго шанса, даже вы. Поэтому давайте начнем все сначала, согласны? Родители переглянулись. Теперь-то мои слова их достигли? Хексия. Ты уверена, что хочешь дать нам второй шанс? Этот путь может быть трудным. Ох, папа. Я бы не говорила все это, если бы не была уверена, что мы справимся. Хексия. Вир. Отец. Спасибо вам. Папа. В первый раз я увидела, как отец нам улыбнулся. Хотя мама не показывала эмоций, я знала, что глубоко внутри она счастлива. Так что думаю, что можно считать этот день началом нашей новой жизни. Все мы пойдем навстречу переменам. Я знаю, что однажды мои мечты станут реальностью. И да, друзья, мне кажется, эта концовка была хорошей. Надо было просто молчать. Семья Дендре решила переехать в другой дом в другой стране. Они решили оставить все в прошлом. Хобби, Хекси, Эйвера, бизнес, Теодора и правила Катерины. Их жизнь пошла с чистого листа. Началось их новое путешествие. Поздравляем. Вы открыли истинную концовку. Вы разблокировали две фотографии, два профиля персонажа. Короче, Теодора и Катерина, скорее всего. Но, если честно, я, конечно, хотел плохую концовку сначала попробовать, а потом уже хорошую. Но, видите, сразу на хорошую вышел. Ну, не знаю. Ну, не хочется проходить плохие просто. Потому что, ну, не хочется вообще в этой игре встречать плохие концовки. Ну, как-то быстро. Я думал, там долго будет что-то там рассказывать, там пересказы. Конечно же, вы просили все концовки показать. Но, блин, ну, я даже не знаю. Ну, давайте попробуем... Давайте попробуем, ну, да, ответить. Я... Ну, посмотрим одну плохую концовку, и потом, наверное, посмотрим концовку истинную с Кайном. Хотя, я не уверен, что у меня получится сразу и пройти. Я даже не знаю, как на нее выходить. Да и вообще, я не знал, если честно, не на одну концовку, как выходить. Мне кто-то написал, что если мы протянем некоторое время, но не будем отвечать, то тогда... Что-то произойдет по-другому там. Да, папа, ты был и остаешься хорошим отцом. Я почувствовал укол совести, как если бы я солгала. Но даже если так, если выбирать между хорошим и плохим... Папа хороший отец. Хексия. Спасибо. Все же хорошо, так ведь? Что-то не будет хорошо, мне кажется. Мне кажется, они опять... Совесть не давала мне покоя. И оставила себя думать, что сказала отцу не ложь. Не полную ложь. В моих словах была доля правды. Поэтому все в порядке. Все хорошо. Так. Что-то по-другому. Нас не будет несколько часов. Я хочу, чтобы вы оставались в особняке и не покидали его. Да, мама? Сегодня вечером состоится семейный совет. Нужно кое-что обсудить. Конечно, папа. Видите, тут уже такая фигня происходит. Тогда мы сразу спать шли, а тут... Всякий раз, когда они приезжают домой, есть такая ночь, когда обсуждаются наши жизни, надежды, недостатки. Ночь, которую нам с Виром читают нотации. Никогда не любила такие советы семейные. Ну, что-то, может, по-другому будет. Хотя... Ночью палил дождь. Я была в комнате Вира, ожидая, когда родители известят нас о начале семейного совета. Сердце сильно стучало. Мне было тревожно. Мне стало интересно, о чем думает Вир в такой момент. Вир? Чего тебе? Ты в порядке? К чему такой вопрос? Просто спросила. Думаю, ему все равно. Должно быть, он уже привык. Бедный. Госпожа, хозяин зовет и вас, и молодого господина. Ну, все то же самое. Вир, готов? Ты странная сегодня, Хикси. Извини. Это все из-за беспокойства и стресса, Вир. Пока мы шли, я заметила, что дождь палил еще сильнее. Слышались раскаты грома. Это было немного таинственно, словно погода давала нам предупреждение. Или что-то подобное. Как думаешь, о чем сегодня будут говорить? Без понятия. Может, опять о всякой чепухе. Эх, возможно, он прав. Но думаю, мы опять будем сидеть с закрытыми ртами, выслушивать тирады наших родителей. Хикси. А? Мы пришли. Прости. Я не заметил, как мы дошли. Черт. Забудь. Пошли. Вир осторожно открыл дверь и нас поприветствовал в неприятных запах. Что было странно. Что за запах? Похоже на... Мое беспокойство усилилось, когда я поняла, чем пахло. Кровь? Да ладно. Так сильно кровью пахло? Хикси. Вир заглянул в комнату. Кого там уже убили? Неужели Теодор убил Катерину? Это ж бред полный будет. Ну хотя... Нихера. Там был отец. Он что, ее за ноги взял и во... По всем стенам долбил ее от кресла и все подряд? Комната была кроваво-красная. Похоже на ад. Пришли, наконец? Входите. Что-то не так. Папа, что это? Мама? Где мама? Хикси. Вир. Я толкнула Вира подальше от отца. Катерины больше нет. Нет? Ну сейчас он расскажет, типа, она была причиной всему, и я ее, типа, завалил, и будет у нас, типа, хорошая семья. Даже... Тут даже и думать не надо. А если бы мы по-другому как-то сказали, то, наверное, бы мама убила Теодора. Что это значит? Что сделал мой отец? Только не говорите, что... Я избавился от нее. Боже. Не бойтесь, все хорошо. Папа, какой в этом смысл? Хикси. Ты в своем уме? Хикси. Сейчас еще Хикси упернет, да? Вдруг без всякого предупреждения меня ударил острым предметом. Я смотрел на отца, который все еще не выражал никаких эмоций. Мой взгляд пол ниже на его руку, в которую он сжимал нож. Но это уже полный вообще просто идиотизм, мне кажется. Просто отец, который без всяких поехавших мыслей взял, просто убил и дочь, и всех подряд. Кровь окрашивала его руку и одежду. Мой собственный отец ударил меня ножом. Папа, скоро твой разум и сердце будут спокойны, Хикси. Прости, что так долго не замечал твоего отчаяния. То есть он избавил нас от страданий, да? Я не понимал, о чем он говорил. И почему делал все это? В ту ночь, когда мы с тобой разговаривали, я подумал, что вы с Виром уже давно упали в пучину отчаяния. Как родители мы подвели вас. Я знаю, что ты была вынуждена сказать, что я хороший отец. Но это только заставило меня понять, как одинока и сложна ваша жизнь. Я стер с лица земли человека, из-за которого вы так отчаивались. Нет, папа, это... Кровь потекла изо рта, все передо мной стало размытым. Папа, этой ночью все закончится. Ты больше не будешь чувствовать боль, печаль, одиночество. Все мы будем счастливы. Счастливы? Это безумие. Отец безумен. Вир, я должна... Когда я взглянул на его брата, его глаза широко открыты, были от ужаса. Он стоял на месте, не двигаясь. Каин, где? Хексия. Я бросил взгляд на... Бросил взгляд на отца. Он выглядел все тем же безучастным, спокойным, холодным. Я хихикнула, как бы высмеивая... Высмеивая его. Так вот, как он хочет сделать нас счастливыми. Мне следовало это знать. Не следовало надеяться. Я знала, что идеально счастливая жизнь была невозможна. Какой же глупой и наивной я была. Ты... Ужасный отец. Это были мои последние слова. Я знаю. И он дальше начал резать. Вообще просто тупая концовка. Вообще дебильная. Теодор Де Андреев ту ночь убил свою жену и детей. А затем поконялся с собой, нанеся удар ножом в сердце. Каин, найдя тела всех, сразу вызвал полицию. Все дела были направлены на экспертизу, за исключением главы Хексия. Которая не найдена... Была она в месте преступления. Вообще идеально. Башку зачем он отрезал ей? Полиция хотела провести допрос Кайна, но дворецкий исчез из особняка. Предположительно он убежал сразу после вызова полиции. Вы поприветствовали смерть. Вы открыли плохую концовку. Да это тупая концовка. Мне аж плохо от нее. Аж противно просто. Не хочу плохие концовки проходить. Ладно, когда ты проходишь неосознанно эту концовку, но когда ты знаешь, что ты идешь на плохую, что такое... Но она тупая. Разве отец был безумен? Разве у него с крыши что-то было? Нет. Это не логически. Вот подумать если, да? Короче, еще одну концовку. Давайте посмотрим. Я хочу выйти на истинную концовку Кайна. На истину мы родители получили. Смотрите. Мы что не выбирали? Вот мы... А, ну подождите. Мы оставались дома, да? Уговорили Вера пойти. Но... Блин, я не знаю, как на истину выйти. Но давайте попробуем остаться дома. И попытаемся вот никуда не выходить, а просто остаться... Ну, бум, спать, короче. Выберем ответ спать. Короче, попытаемся спать. Не знаю, что-то будет. Я еще раз попытался заснуть. Снова закрыв глаза. Я надеюсь, что наконец заснул. Но мне кажется, я уже неправильно решил это все. Знаете почему? Потому что все идет к Веру бесконечным просьбам. А, наблюдал за ним некоторое время. Нет, друзья. Мне кажется, что я неправильно вообще пошел. Это я, госпожа. Сейчас кто-то придет, наверное. Так, ладно, что случилось? А, вот, пожаловали ниже... Да, это неправильная концовка. Короче, надо идти с Кайном. Надо по этой системе идти. И там что-то другое выбирать. Сейчас будем делать так. Короче, друзья, помните, нам приходило письмо. И я сейчас попытаюсь... Ну, мы принимали тогда. А сейчас я отказываюсь. Я слушаю Кайна, и возможно, ну, как-то что-то поменяется. Не в моем стиле встречаться с человеком, которого я ни разу не видела. К тому же есть шанс, что это какое-то извращение средних лет. Ах, это совсем неинтересно. Ну что, госпожа? Найди человека по имени Симон в баре Вастл... Вастл на 81-й улице и скажи, что я занятая леди, я не могу принять его предложение. То есть он просил встречи с вами? Правильно, но у меня нет никакого интереса. Так или иначе, он не знакомец. Дворецкий улыбнулся. Казалось, он был доволен моим ответом. Я рад, что вы поступили мудро, госпожа. Прекрати, за кого ты меня принимаешь? Да-да, госпожа. Я передам ваш ответ после обеда. Да, пожалуйста. После этого Каин наполнил мой бокал красным вином. Красная жидкость нагоняла сон. К тому же было холодно. Хотите спать? Ага. Тогда позвольте проводить вас в спальню, госпожа. Я разбужу вас к обеду. Хорошая идея, спасибо, Каин. Все для вас. Как и обещал, Каин разбудил меня вовремя. Я сразу же отправился в город, чтобы дать ответ Алику Сейджу. А, отправился. Он вернется через час или около того. Он рассказал мне то, что Симон из письма был управляющим бара Вестл. Каин попытался разузнать Алике Сейджа, но Симон говорил о нем как обычном поклоннике. Однако дворецкий признался, что не поверил ни единому слову этого Симона. Да и меня не волновал ни Симон, ни мой тайный поклонник. Следующие несколько дней Лила как из ведра. Было ужасно холодно и скучно. От этого всегда хотелось спать, особенно Вира. Он спал намного дольше, чем обычно. Проклятик, как же скучно. Это потому, что у вас контакта нет. Интернета, да? В доме было так тихо, что даже слишком тихо. Может выбраться в город. Да, сейчас ты выберешься. Я проверила комнату Вира и, как ожидалось, брат спал. После этого я заглянула на вторую часть кухни, где обнаружила Каина. Привет, Каин. Госпожа, вижу, вы вернулись. Ага, надоело спать. Кстати, можешь отвезти меня в город? Пройдусь по магазинам. Конечно, госпожа. Я только закончу тут некоторые дела. Не могли бы вы подождать меня в прихожей, госпожа? Ладно. Благодарю, я быстро. Направляясь к прихожей, я уловила слабый шум. Хм. Я замелилась и старалась вступить как можно тише, как друг. А? Что это? У меня был приступ необъяснимой тревоги. Я прокралась в прихожую, сохраняя осторожность движений и увидела... Кого опять завалили? Кровь на полу. И слушанка без сознания. Сердце начало бешено стучать, и коленки задрожали. А номер два? Пробитая дрожью я увидела и подняла глаза вверх и заметила. О, мужчина, уставившегося на меня. О, мой бог! Кто этот мужчина? Приветствую. А это он ее и убил. Ха, молчишь? А мне следует представиться первому. Какой же я глупый. Что-то говорило мне, что он опасен. Мне нужно бежать, но я словно окаменела. Я Алик Сейдж. Алик. Тот, кто прислал мне письмо? Если я не ошибаюсь, ты... Мисс Хексия Вивьен Дюмон Денре, верно? Я в ужасе уставилась на него. Полагаю, я прав. Черт, я хочу убежать, но не могу. Я слишком напуганно, даже дышу с трудом. Ах, насчет этого. Я сказал этой горничной молчать, но она меня не послушала, так что пришлось ее заставить. Кажется, я перестарался. Как? Как ты можешь улыбаться, когда говоришь такие вещи? Так подло. Дерьмо. Я не сдержалась. Меня прошиб холодный пот. Ого. Кто-то вроде тебя назвал меня подлым. Какие слова? Вы правильно подобрали слова... Вы правильно подобрали слова, Мисс Хексия? Я думаю, слово подло очень, очень, очень подходит тебе. Как думаешь? Это ты тут преступник? Не обращая внимания на страх, я попыталась выдавить из себя улыбку. Прости, братан, но я не понимаю, о чем ты. Полагаю, преступник все же тут ты. Ты убил нашу горничную. Ох. Ха-ха, забыл кое-что тебе сказать. У меня есть разрешение убить тебя. Каждый в этом особняке причастен к преступлениям, связанным с тобой и твоей семьей. Я могу убить всех прямо на месте, если того потребует ситуация. Сердце ушло в пятки. Преступление? Прости, но... Заткнись, Хексия. Он полностью изменился. Хватит играть в невинность. Думала, сможешь спрятать свой маленький секрет, а? Алик неспешно приближался ко мне. Дышать стало сложнее. Я хотел убежать, но взгляд Алика словно приковывал меня к полу. Все ближе и ближе. Отчаявшись, я прикусила губу, из которой пошла кровь и начала пятиться назад. Алик устроил шаг. Испугавшись, я побежала. Ты не уйдешь. Алик хотел меня за волосы и повалил на пол. Те же Каин. Черт, это было очень больно. Как только я открыл глаза, передо мной предстал Аликс, лицом сумасшедшего. Тем самым нагоняя на меня еще больше страх. Я поймал тебя, первый ребенок и единственная дочь Теодора Дюмон Де Андре и Катерины Волтер. Неужели ты думала, что сможешь прятаться вечно? Первый ребенок... А, то есть я первый родилась, да? Сердце упало. Холодный пот побежал по телу. Твоя семья очень подозрительна, особенно ты. Ну, в принципе, мы это все уже знаем. Что он будет говорить? Хексия. Очень жаль. Ты красивая и привлекательная, но очень испорченная. Тела людей, пропажа которых связаны с тобой, были найдены без глазных яблок. Ну, то же самое. Да, вот тут то же самое. Так, так, так. Формалин. Как ты думаешь, что это доказательство того? Молчать. Так, то же самое. Она попытается, может, сейчас убежать. Знаешь, у одного из трупов в сценах нашли письмо. Любовное письмо, адресованное тебе. Ну, то же самое, да, он говорит, как мы в первых сериях там записывали. Во второй вроде бы. Тебе не скрыться, Хексия. Это твой конец. И он душит ее, да? Вот и приставил в голове пистолет. Прощай, Хексия. Че, выстрелил? Где Каин, мать его? Полчаса собирался там. О, боже. 21-летняя Хексия. Тоже, опять же, убита. В запертом подвале дома было найдено огромное количество глазных яблок. В банках формалина. Тоже и Каин был убит. Вир, младший брат Хексия, был отправлен в психиатрическую больницу. Все его вещи, книги, растения, коллекция ядов были конфискованы. Некоторые из вышеперечисленных было сожжено. Так, тоже на допрос отведены. Хексия умерла от прямого выстрела в голову. В конце, в конце, она заплатила за совершенное убийство. Короче, это не то, все равно. Надо как-то, я не знаю, Алика мы разблокировали, но мне надо истинная концовка. Как ее взять, я даже без понятия. Так, ну что, друзья, сейчас подождем, в принципе, 15 секунд. Я думаю, или 10 секунд. Вот, принять предложение Аликса Сейджа и отказаться от предложения. Я фиг его знает, если честно. Может быть, оно не подойдет. Потому что, ну, везде, когда ты промалчиваешь, умалчиваешь, то что-то происходит. Да, вот, думаю, это не для меня. То есть, блин, опять же, этот трюк такой вообще спокойный. То есть, на хорошую концовку ты так никак не выйдешь. Но тут я хотел бы показать вам три концовки. Тут есть, оказывается, две хороших. И одна, как бы это сказать, одна истинная. Но я сейчас не знаю, попытаюсь сделать так, чтобы вы увидели две хороших, а потом только истинную. Так что, смотрите. Простите. Ах, извини. Не буду отвечать на письмо. Скорее всего, это просто шутка или что-то в этом роде. Вот как. Соблюдаете осторожность. Эй, что за улыбочкой? Я знаю, что обычно просто плыву по течению, но время от времени нужно играть осторожно. Вот поэтому мы и волнуемся о вас, госпожа. Ха-ха-ха. Получается, мне выбросить письмо, госпожа, раз уж вы отказались отвечать этому незнакомцу. Пожалуйста, сделай это. Понял. Дворецкий занялся своими делами на кухне, а я сидела там же, осматривала комнату, чтобы просто убить время. Так, ну, мы теперь будем знать, что есть такой фокус с просто подожданием. Если я буду в следующие новеллы играть, то я уже буду знать, что можно и так сделать, если там такая фишка есть. В следующие несколько дней шел сильный дождь. Ужасно холодно. И скучно. От этого всегда хотелось спать, особенно Виру. Так, ну, мы это уже все видели. Все это читали, Вир. Я осторожно вышла в белую комнату брата и позвала его. Ах, он тут мирно спит. Я закрыла дверь, стараясь не разбудить Вира. Как же скучно. Ах, вот ты где, госпожа? Кто-то окликнул меня и обернулась. Это была горничная. Вас зовет Каин, госпожа? Он в вестибюле. Что-то случилось? Кажется, он собирается в город, госпожа. О, спасибо, я тоже пойду к нему. Я пошла к Каину, надеясь хоть чем-то развеять свою скуку. Не могу я так жить. Слишком скучно. Я ненавижу дождь. Госпожа? Привет, Каин. Зачем звал? Что-то случилось? Мистер Рейни позвонил и доложил, что пришел еще один заказ Вира. Я пойду в город забрать его. Мистер Рейни? А, продавец магазина Максимилиана. Не хотите присоединиться, госпожа? От слов дворецкого мои глаза загорелись от радости. Конечно. Скука меня убивает. Тогда поедем. Надо было бы где-то тут сохраниться. Мы отправились в город. Дорога была очень мокрая. Лужи повсюду. Небо было очень темное, хмурое. И на улице очень мало людей было, да? Опять мы сюда приезжаем. Через некоторое время мы стояли перед книжным магазином Максимилиана. Вы пойдете в магазин, госпожа? Да, пожалуй, в машине скучно. Здравствуйте, мистер Рейни. Привет, Каин. А, с вами госпожа. Здравствуйте. И вам того же, мистер Рейни. Сегодня не ваш ли тень, а? Пожалуй, мужчина засмеялся. Он понял, о чем я говорю. Вот книги молодого господина. Как и всегда, спасибо. Без проблем. Как молодой господин? Спит. На него так влияет погода. Продавец снова засмеялся. Ну и хорошо. А у меня продажи не идут. В такую погоду люди не стремятся выходить наружу. Да, передают, что будет все еще хуже. Но нужно надеяться на обратное. Конечно. Кстати, новости еще не проверены, но вроде серийный убийца молодых девушек ушел на дно. На этой неделе жертв не было. Ну, хотя бы какие-то хорошие новости. Должно быть это из-за дождя, он остановился. Хотя бы на время. Мы должны быть на чеку в такое время. Особенно выск госпожа. Старый продавец повернулся ко мне, и я же взглянул на Каи, на которых мыкнул. Ладно. Все понятно. А сейчас нам пора. Спасибо вам снова, мистер Рейни. Не за что. Безопасной вам дороги. Серийный убийца девушек? Это что, тот чувак, что ли? Госпожа, куда отправимся? Ух, давай поедем домой. Из-за дождя нет никакого настроения. Как пожелаете, госпожа. А мне вот наоборот дождь нравится. Мы отправились в особняк. Так как заняться было нечем, я решил вздремнуть и попросил Акайна разбудить меня. И Вира перед обедом. Вот так и закончился очередной дождливый день. В следующие дни погода не менялась. Казалось, небо наказывает нас таким образом. От погоды даже настроение Вира стало хуже. Он был очень сонным, поэтому не мог читать, как он обычно привык. Дождь, дождь, и снова дождь. Ох, как же я соскучилась по солнцу. Надеюсь, произойдет хоть что-то новое. Проклятие, как же скучно. В доме было тихо, даже слишком тихо. Хм, может отправиться в город? Опять в город. Я проверила комнату Вира, и как и ожидалось, брат спал. После этого я заглянула на вторую кухню, где обнаружила Акайна. Мне кажется, серия будет, наверное, на час растянута. Хотя, ну как растянута, пройдена, да, полностью. Потому что все-таки тут, может быть, две концовки будут. Хотя, посмотрим. Привет, Каин. Госпожа, вижу, вы проснулись. Ага, надоело спать. Кстати, можешь довезти меня в город? Пройдусь по магазинам. Конечно, госпожа. Я только закончу тут некоторые дела. Не могли бы вы подождать меня в прихожей, госпожа? Конечно. Спасибо. Много времени это не займет. Направься, направляясь к прихожей, я уловила слабый шум. Опять то же самое. Хм. Я замедлилась, старалась думать, как можно тише, как вдруг. Но мы это все уже знаем, давайте промотаем. Но почему-то опять то же самое. Так, мужчина оставился на меня, мой бог, этот мужчина. Неужели он опять нас убьет, или что-то другое будет? Так, окаменелый Алексейдж. Бред какой-то, я вообще не понимаю. Может, я что-то опять не тут делаю? Так тяжело выйти на хорошую концовку. Наверное, это самая тяжелая концовка из всех с этим Каином. Наверное, специально, чтобы ее оставили на конец. Потому что там, говорят, вроде романтика какая-то будет. Так. Преступник, ля-ля-ля, тополя. Мы это все знаем уже. Убей тебя каждый в этом особняке, причастен. Заткнись, Хексия. Хватит играть. Опять. Не, я сейчас офигею просто, если опять то же самое будет. Опять. Что ж такое? Тебе понравится? Да, это какой-то бред, реально. Так я... И дальше даже нет выборов. Какие бы выборы можно было бы сделать. И сейчас все так же закончится. Это просто будет какая-то херня. Вот, смотрите, что-то новое вроде бы. Перед глазами вот я умру по-настоящему. Прощай, Хексия. Я закрыла глаза в ожидании. Пожалуйста, прекратите, или я буду вынужден ударить вас, сэр. Это, по ходу, Каин пришел. Кто это сказал? Черт, уже слуховая галлюцинация. Я приоткрыла глаза и увидела блеск металла. На мгновение снова закрыл глаза и надеялась, что смогу что-то разглядеть. Проклятие. Пожалуйста, дайте, как я и говорю. А, делайте, как я и говорю, иначе вы получите удар в лицо этим же ножом. Алик казался раздраженным. Я открыла глаза и... Это был Каин. Такой, прям вообще в таком свете. Сейчас же сделайте это, дорогой гость. Он, знаете, сейчас я вас ударю. Пожалуйста, можно мне вас ударить? И можно вас, пожалуйста, ножичком вот этим вот тыкнуть и стрельнуть у вас вот этой вот пулей железненькой? Пожалуйста, ну, я аккуратненько как бы застрелю вас и убью, да? Каин выглядел пугающе. Тсс. Олег цокнул языком, и его руки медленно опускали мою шею. Оказавшись на свободе, я начала быстро дышать, словно вернулась из мертвых. Ну, я почти умерла. А теперь медленно отойдите оттуда, госпожа. Олег выполнил приказ Каина, но затем... Кинул, наверное, в него вазу. Каин! Олег мгновенно атаковал Каина и повалил его на пол. Каин! Не подходите, госпожа. Олег ударил Каина по лицу и рванул ко мне, но... Ай! Каин схватил Лалика за ногу, и тот упал. Ты мусор! Ты мусор! Вы помните, как какая-то девушка в пиксельной игре... Блин, я не помню в какой, но она всех мусором называла. Я так орал с этого. И она постоянно говорила, это ты мусор, это вы мусор, вы все этот мусор. Типа, еще кто-то, помню, нарисовал картинку даже, блин, это так смешно. Каин ударил Лалика ножом в ногу. А-а-а... Ты мусор! Корча с от боли, Каин свернулся калачиком на полу. Воспользовавшись моментом, Каин поднялся и помог мне. Кхм. Я дрожала от ужаса и страха. Проклятие! Пока Али кричал, Каин прошептал мне. Госпожа, бегите отсюда, вызовите полицию. Но... Не волнуйтесь за меня, я себе позабочусь. Сейчас более важно, чтобы вы и другие оказались в безопасности. Вы понимаете, госпожа? Да, но ведь... Тогда, пожалуйста, идите. Я сомневалась. Не хотела уходить, но... Ладно, поняла. Но обещай мне, что с тобой будет все хорошо. Что ты вернешься? Дворецкий улыбнулся. Конечно, госпожа. А сейчас бегите, не смейте возвращаться. Не важно, что может произойти, не возвращайтесь, госпожа. Блин, да взяла бы какую-нибудь херню и об голову тому, или как-то помогла бы. Долго убегать. Незачем геройствовать. Все еще сомневаясь, я заметила, что Алик встал, несмотря на рану. Госпожа. Хорошо. Будь осторожен. Как прикажете. Я бросила взгляд на Каина в последний раз. Верь в него, Хексия. Я бежала так быстро, как только могла, пока... Пока не выстрелили, наверное. Кто стрелял? Алик Каин? Тело сотражало от неприятных мыслей, которые проникли в мою голову. Я упала на колени, размышляя над произошедшим. Почему нам дверь показывает? Стоп. Я должна доверять Каину. Нельзя терять тут время. Он справится. Я должна верить в него. Я не вернулась. Я продолжила бежать, пока не нашла телефон. Я немедленно позвонила в полицию. Все, как приказал Каин. После этого я бросила на поиски Вира. Почему так долго? Я слышал выстрел. Слышал? Слышал выстрел, типа... Вир, быстро, нужно спрятаться в безопасном месте. Что происходит? Объясню позже. Я схватила запястье брата и побежала. Горничные последовали за нами. Мы добежали до дальнейшей комнаты дома, заперли дверь изнутри, притихли. Мы сидели там, надеясь на лучшее. Не надеялись, что Каин в безопасности. Женщина признана погибшей, в то время как подозреваемый жив и отправлен в больницу. У подозреваемого изъяли нож и пистолет, сэр. Хорошая работа. Что-то не так. Прошу прощения. Да, мисс Хексия. Разве вы больше никого не обнаружили, когда прибыли? Никого, мисс. Только труп горничной и подозреваемого. Ясно. А где же Каин? Где же тогда Каин? Итак, мисс, нам нужно задать вам несколько вопросов. Нет, моя сестра устала. Дайте отдохнуть, возвращайтесь в другой день. Но, сэр, никаких возражений. Вир такой, типа, к ментам. Никаких возражений. А ну, пошли отсюда, быстро, козлы. Вир. Эх, если вы настаиваете, мы вернемся позже. Не, ну это тоже смешно, но такого не было по-настоящему. Хотя я советую вам обратиться к специалисту по поводу вашей травмы, мисс. Большое спасибо, офицер. Ну что же, нам нужно идти. У меня сомнения вот эти вот бьют. Ну где Каин-то? Вир. Что? Как ты думаешь, где Каин? Его нашли на месте? Его не нашли на месте приступлении? Не было. Оставь это, возможно, он покажется рано или поздно. Верю в него. Знаю. Но я попытаюсь найти его. Ладно, будь осторожна. Конечно, спасибо. Где ты его будешь искать? Где он может быть? Я в одиночестве бродила по коридорам. Я проверил каждую комнату, но ничего не нашла. Но было еще одно место, которое я не обыскивала. Мой музей. Коридоры были темными и жуткими. Я добралась до запертой двери своего музея. Прошло достаточно времени с того момента, когда я наведывалась сюда в последний раз. Именно тут я хранила свои инструменты и глаза. Помещение в банке с формалином. Отперев дверь, я медленно ее открыла. Ну, а что будет делать тут Каин? Водяя крикнула. Каин, ты тут? Вдруг дрожь пошла по моей коже. Через открытое настиж окно лился лунный свет, а ветер тормошил шторы. А потом я увидела его. Ты... Он раненый. Я подошла ближе, он был весь в крови. Дрожа в шоке, я уставилась на него. Госпожа... Он позвал меня слабеющим голосом. Мне... Жаль, что вам пришлось... Увидеть меня в таком состоянии. Как... Неловко... Все хорошо. Видя его в таком состоянии, мне хотелось плакать. Но я сдержала слезы. Я знаю, Каин не хотел бы, чтобы я его жалела. У него были порезы на руках, ногах, но самая тяжелая рана была на груди. Он был ранен, и кровоточение не останавливалось. Каину с трудом давался каждый сдох. Госпожа... М? Эх... Он, цепляясь за свою жизнь, еще был в состоянии ухмыляться. Посмотрите только на него. Я не думаю, что смогу вернуться. О чем ты говоришь? Ты поправишься? Да, так и будет. Он... Он же все еще жив. Хотя это может быть последняя наша с ним встреча. Вот как. Тогда я... Вернусь, госпожа. Бедняга. Каин, ты помнишь, как мы встретились первый раз? Конечно. Я никогда не забуду. Прям как в Мэтт Фазере, помните, как только там, ну, чуть-чуть по-другому было. В тот раз вы спасли меня. Да, тогда я нашла его в трущобах и наняла. Его продали так, как считали его проклятым ребенком из-за необычных цвет глаз. Он был лжецом, вором. Он запутался с самого детства. Ему нигде не рады. Не были рады. Но именно по этим причинам он меня заинтересовал. Как и он, я тоже была испорчена. Человек, который столько пережил и обладал такой красотой. Одиночка с пронзительными прекрасными печальными глазами. Ты помнишь мои условия? Конечно. Полагаю, пришло время исполнить. Как думаешь? Эх. Как прикажете, госпожа. Дрожащими руками я сжала лезвие. Она... Она... Офигеть, она что, ему глаза вырежет сейчас? Но... Вдруг Каин кашлянул кровью. Да? Могу я попросить об одном одолжении? Говори. Я хотел бы ощутить ваши губы. Да. Фу, такая жесткая концовка. Пробуждает, если честно, аж... Аж... Аж слезу пустил. Даже весь в крови он выглядел поразительно. Захватывающая красная картина. Я осторожно наклонилась к нему, лаская его лицо. И поцеловала в кровавые губы. Я целовала его снова и снова. Обмениваясь с ним теплым дыханием. Такое приятное ощущение. Спасибо вам, госпожа. Сказал он в последний раз. А теперь спи, Каин. Хех. После этого цвет в глазах Каина потух. Однако его красота никуда не денется. А сейчас время выполнить наши условия. Я сняла лезвие с шеи и осторожно выколила глаза Каина. Эта пара завершит мою коллекцию. Каин. Я люблю тебя. Это просто, если честно, у меня такое же ощущение, как сейчас. Когда я смотрел Пираты Карибского моря 4. И там была русалка, в которую влюбился чувак. И она его потом затащила. У них между ними любовь была. И она его затащила к себе и сожрала. Это чувство я не знаю, как описать. И это вроде бы и романтично. И пиздец как сумасшедший. Вообще просто. Я даже не знаю, что сказать. Это шокирует просто. Я не знаю даже, что сказать. Зачем она ему глаза вырезала? Ну, тоже поехавшая. Тоже вот меня бесит в этот момент, что она глаза ему вырезала. Но это не истинная концовка. Это хорошая концовка. То есть, блядь, глаза вырезать человеку. Хорошая концовка. Инцидент был принят за попытку изнасилования в убийстве Хекси Виен Дюгмон Андре. Признаки борьбы с синякой царапиной теле Хекси оказались достаточно тому доказательством. Раны Алексея Сейджа сошли результатом самообороны. Сам он был отправлен в тюрьму. Другие дела выясняются. Каин умер, тело было вскоре сожжено. Его смерть шокировала всех, а особенно Виера. Тем не менее, жизнь продолжалась. Экзотическое хобби Хекси по собиранию глаз завершилось после получения глаз Каина. Семья Де Андре покинула свой особняк и переехала жить в другую страну. Они начали новую жизнь, оставив все старое в прошлом. Больше о семье Де Андре никто ничего не слышал. Поздравляем. Вы открыли истинную концовку Каина, но это вроде как не истинная. А может и истинная, я не знаю, если честно. Эта концовка просто пипец, просто. Ну вроде как это да, истинная концовка. Я даже зашел, посмотрел в прохождениях. Там есть еще одна концовка, вроде бы когда она его просто должна поцеловать была. Я честно говоря не знаю, может я пропустил, вы напишите в комментариях. Но это сумасшедшая игра, просто, вообще просто мозговыносящая. Идиотизм. Она классная, да, но... Эх, такая грустная, печальная в конце. Почему бы просто не остаться было с ним, я не понимаю вообще. Но если вам понравилось, с вами был Булат Линос, ставьте лайки. Пишите ощущения, что вы чувствовали, когда Каин умирал. С вами был Булат Линос, всем пока и удачи.